Занимали полтора миллиона, выплатили два с половиной, но теперь остались без жилья и с большим долгом. Семья Тончинских взяла квартиру в ипотеку на 15 лет. Из них почти 10 платили исправно. По словам главы семьи Дмитрия, они не требовали снизить ежемесячный платеж, а лишь просились перенести дату внесения с 7 числа на 22 ближе ко дню зарплаты. Им отказали, но они все равно гасили по-своему. Банк считал это просрочки, начислял пений, долг рос, затем суд и квартиру выставили на торги. Дмитрий через суд добился от срочки исполнения решения до февраля 2018 года. Но неожиданно приехали незнакомцы и заявили, что квартира продана. Мы собирали в это время деньги. То есть мы деньги уже в принципе собрали. 14 января 2018 года нам принесли документ, уже показали, что квартира на новом собственнике и продана она в ноябре. Они четко тогда сказали, что в полицию можете не обращаться, у нас везде свои люди, у нас люди в администрации. То есть мы отжали так уже 12 квартир. Тогда гости уехали, а уже в конце этого года вернулись, вскрыли дверь и поставили свои замки. 28 декабря хозяева пришли домой и обнаружили, что ключи не подходят. Незнакомый голос за дверью предложил убраться вон. Ключ вставляется и не поворачивается. У нас там вещи, у нас там деньги, у нас там все документы. Мы как ушли на работу, мы остались в принципе в том, что были. Даже если бы это был новый собственник, он должен был прийти с судебными приставами, с полицией. Причем до этого судебные пристава должны были дать нам ознакомиться с исполнительным производством. Ну и так далее. То есть начали объяснять, полицейские нас послушали и говорят, нет, мы здесь ничего делать не будем. Как, несмотря на срочку суда, новый собственник смог купить квартиру на торгах? Дмитрий Точинский считает, что сотрудники службы безопасности банков могут действовать в связке с торговцами, арестованным имуществом. У него есть информация, что новый хозяин неоднократно покупал на аукционах квартиры в залоге. По мнению адвоката Татьяны Паниной, Точинского могло смутить, что квартиру продали и его не уведомили. Но если бы он внес деньги до окончания срочки, то имел бы все шансы сохранить жилье и торги бы признали незаконными. Сказать, что сотрудники банка смошенничали, мы не можем. Конечно, здесь существует какая-то взаимосвязь. Она прослеживается. То, что человека выселили, причем не по решению суда, а просто наглым образом, вот в этой части, я считаю, нарушены все его права. И очень часто случается, что правоохранительные органы стоят в стороне. Семья Точинских заявляет, что будет бороться до последнего. Впереди касаться Верховный суд. А пока приходится жить в съемной квартире, арендовать которой помогли неравнодушные люди. Александр Захаров, Александр Антропов. Наши новости.